Всем привет, с вами Дабле. Начинаем играть в новый мод Pax Britannica за Соединенное Королевство Германии. Но в будущем, я тут уже немножко посмотрел, какие здесь есть пути, будем мы называться Германским Рейхом. Собственно говоря, о чем этот мод? Британия здесь очень сильна, называется он как бы Pax Britannica не просто так. Здесь США не появились, так сказать, хорошая концовка. В итоге Британия все еще удерживает огромное количество территорий на западе, вот в Северной Америке. Хотя здесь я вижу, есть какие-то независимые территории, но для них по-моему особо сейчас ничего нет. Фокусы здесь есть у Германии, Франции и Британии, у России, несмотря на то, что есть какие-то духи, по-моему фокусов нет. Возможно, они там что-то появляются или что, но по-моему фокусов там нет. И есть вот эти три страны для того, чтобы поиграть. Кроме альтернативной вселенной истории, здесь очень изменены исследования. Как вы можете видеть, ну как, здесь все еще более-менее, хотя добавлены вот различные таблетки, так сказать, стимуляторы они называются. Здесь остальное все вроде как то же самое. Нету ВДВ, я вижу. Это не просто так, перейдем потом, я вам покажу почему. Далее поддержки тоже немножко другие. Есть еще отдельно огнеметчики, именно для штурма городов и укреплений. Есть еще шок-джакеи для защиты в морских каких-то провинциях. Но фактически это дает прорыв, то есть прорыв вот сюда дополнительный. Я бы сказал, это просто безумно полезно для какой-нибудь, каких-нибудь морских десантников, морской пехоты. Вот, есть еще гончи, они добавляют атаку в горы, в лес и в джунгли. Не уверен я, кому именно это пригодилось бы, но вот допустим, если воюете в Азии, это наверняка там бы вам пригодилось. Остальное как обычно. И мы идем дальше. Здесь обычные танки, а вот это уже начинаются абсолютно полностью новые технологии. Здесь и есть автоматоны. И это что-то вроде альтернативы танкам. Я, кстати говоря, сначала подумал, что танков вообще не будет, но танки все еще есть, параллельно с этими машинами. И, честно говоря, они выглядят неплохими. То есть здесь хорошие статы, такая очень солидная броня за умеренную стоимость производства. Если брать вот эти, то они вообще стоят очень дешево, просто безумно. Единственное, что у меня у них очень не понравилось, у них очень низкая скорость для таких единиц. Если брать квадроподы, то есть это, я так понимаю, ну самые тяжелые, да, есть. До пода, три поды, квадроподы. Правее тяжелее, правее дороже. У них все еще очень хорошие статы за свою стоимость. Хотя, видите, надежность просто безумно низкая. Они будут улетать в бою просто, ну, нереальными количествами. Поэтому здесь вот надо брать обязательно бонус надежности, я думаю. Хотя, по крайней мере, это квадроподов. Но здесь, скорее всего... А, нет, здесь уже не дают варианта такого. И скорость обратится до двух километров. Сейчас это просто, ну, очень медленно. Так что я не думаю, что мы можем пойти в квадроподы. Долподы слишком слабые, поэтому, скорее всего, мы пойдем в три поды. Давайте попробуем. Ну, все-таки, раз есть что-то в моде новое, надо это попробовать. Будем ли мы делать танки, не знаю. По ощущениям, наверное, нет. Потому что в этом моде есть что-то интересное. Давайте это и пробовать. Здесь добавлено еще дополнительное исследование на ядерную артиллерию. Ну, окей. И здесь тоже есть дополнительное исследование, которое бустит, в принципе, очень много чего на очень неплохие единицы. Далее, аугменты. Тут тоже есть дополнительные новые юниты. Есть юниты брони-костюмы, у них чуть побольше атака по танкам. Есть бритвиницы, у них чуть больше атака по пехоте. Еще у них побольше прорыв, здесь побольше защита. Я так понимаю, если брать вот эти вот единицы, то надо их вместе использовать, чтобы была какая-то сбалансированная у них атака. Здесь, в принципе, дополнительные грейды для них. Я бы сказал, они не сильно большие. Возможно, мы тоже их попробуем, но, опять же, я не уверен, насколько они сильнее. А вот реактивные сады, я так полагаю, именно они могут высаживаться воздухом. Так вот, и есть еще комбатайи. Я не очень пока понимаю, какая роль у них. У них скорость 4 км в час, как у пехоты. В целом, это что, просто альтернатива пехоте, или как это работает? Это прорыв у них меньше, я считаю, незащитные юниты все-таки. Противотанка атаки у них вообще нету, только противопехотные. Насколько это нужно? Хороший вопрос. Возможно, мы тоже этого попробуем. Даже на самых последних левелах у них все еще нет противотанка атаки, хотя прорыв как бы здесь уже подрастает нормально. Плот не изменен, воздух немножко изменен. Просто самолеты немного другие, я не уверен по статам, потому что здесь используются старые статы, то есть фиксированные единицы. Я не помню, какие они были в прошлом. И есть, так сказать, исследование военных преступлений, я бы сказал. Различные есть оружия. Их можно будет применять вот таким вот образом. Они там будут давать на эти провинции какие-то воздействия. Я бы сказал, тоже достаточно интересно. Другой вопрос, нужно ли это нам? Посмотрим. Ну, и здесь все как обычно. Я думаю, хватит про исследования. Давайте, что у нас здесь по фокусам есть? У нас депрессия, у нас прекрасная культура, отлично. У нас тупик в Бундестаге, у нас внутри страны политическое насилие, у нас уже очень много мертвых героев и дивиденд из Китая. Собственно говоря, Германия здесь сформирована такая из Австрии, Соединенное Королевство. И опять-таки была война с Францией. В принципе, здесь примерно все исторично. Здесь вот в этих войнах, там, где была Пруссия, Австрия победила все-таки Австрия и смогла полностью объединять Германию. Вот. И потом, как и в Фирме Мировой, было потеряно очень много населения, только они в итоге победили. Ну, очень тяжко победили. И у нас есть также дополнительно колонии в Африке и немножко в Юго-Восточной Азии. Вот. Ну что ж, поехали. Еще хочу заметить, что у нас на самом деле очень неплохая промышленность. Я на время выключил Туман войны, чтобы просто посмотреть, что у стран как выглядит. Потому что у них разведка на 0%, надо даже приблизительно посмотреть. И в целом, я вам скажу, стартуем мы реально с самой большой промышленностью. И это меня радует. Другой вопрос, что у нас есть дебафы, а у них особо и нет. И вот мы начинаем. Новогоднее обращение Кайзера. И про то они начали затихать. Кайзер начал что-то говорить, но придерживаются аполитичной позиции и особо не высказывается ни о чем, не делает обещаний. И все подозревают, что он уйдет. Ну, возможно, так и будет. Посмотрим. Пока у нас фокусы недоступны, видимо, надо дождаться какого-то события. Тем временем в Италии продолжается гражданская война. А здесь вот наша варионетка сражается с местными тоже поставшими. Филиппинцы, на Филиппинах поставили коммунисты. Точнее, якобинцы, ну, допустим. И мы им, кстати говоря, помочь вроде как и не можем. Верно? Верно. И вот у нас хлебные бунты происходят. Многочисленные беспорядки. Геббельс требует направить на сквардию. Ну, слушайте, да, давайте. Римские волонения уменьшатся на 5, звучит как что-то нужное. И произошло событие. Французская республика пала. Кровавый переворот. Ультра-националистическая партия. Ага. Французские войска лотаринги. Так, я кажется, где-то это видел, по-моему. Неужели здесь Франция это Германия в обычном таймлайне? Посмотрим. Итак, Кайза обратился к Штрезиману, не знаю, кто это. Но он хочет уже отречься от престола. Ничего себе. Тебе, тот хаос, который мы не можем себе позволить. Согласен. Здесь интересное событие про будущее Германии, но под текстом шлюза. Как можно говорить о том, что в Средней Германии? Я не знаю, это шутка или так и должно быть. Ну, допустим. О, и смотрите-ка, у нас кризис отречение начался. Не сопряжились у большего рождебности. Подождите, Это точно так вот не должно выглядеть. Видимо, это ошибки локализации. Ну, да. Это французы здесь вот что-то делали. Так, кстати говоря, на всех случаю крепим границы как-то, да? Я просто понятия не имею, когда здесь начнется война. Ну, давайте поспешим укрепить уже. И вот он, вент, немецкий катер отрек сотрудно. Какое будущее ждет Германия? Хороший вопрос. В Британии там королевский брак, нескольких принцесс пруссик. Пруссия это не часть Германии. Тут, как вы можете видеть, немножко по-другому территорию Германии. Так как она из Австрии формировалась, то австрийские территории здесь добавлены, а какие-то территории, которые были прусские были как бы отданы кому-то, чтобы Россия часть была отдана здесь вот, чтобы она помогла против Пруссии. Но я так понимаю, и у Дании не был заворот Шлезвиг Гольштейн. Опять-таки описание чешского сопротивления скоро будет вообще выглядеть не то, но будет добавлен Франсблюхер. Это вот оно. Понял. Ой, выборы наконец-таки назначены. Ну, смотрите-ка, и здесь... А, мы не можем, да, пока что выбрать еще никого. Но, как я и говорил, мы пойдем вот сюда, в авторитарное правительство, потому что оно обычно всегда самое интересное. Итак, польский вопрос. О, нам представляют партию ННС, вот, народный союз. Да, немецкий народный союз. И они реакционеры. Опять-таки, имя, под которыми все это идет очень не те, но представляют социалистов, плодноверные, в дно без описания. Видимо, это так локализаторы сделали. И, я так полагаю, нужно представить трещь сюда либералов. Так, там что-то происходит на Дальнем Востоке. Я не уверен, что давайте без этого. Османский тигр выберет. Ага, конец Китая. Вот, Китай распался, я понял. Главное, чтобы мы не распались. Так, но у нас победа народного союза. Это вот это вот. Да. Смотрите-ка, что у нас еще происходит. Либерал уберет из коалиции, созвалистов уберет, кучу всего уберет, добавит себе, нет, уберет Ганса Ланга. И смотрите-ка, у нас будут красные предатели. Угу. Давайте, победа ННС и избавление от Елизаветы, которая как раз таки поддерживает красных. Вы представляете? Кайзерина поддерживает социалистов. Как так возможно. И давайте будем бороться с волнениями сразу. Так, опять-таки, здесь без записания все. Все волнения будут увеличены на 10. И у нас новый кайзер. Федеродинанд второй. Вот он. И мы, кстати говоря, исследовали здесь некоторые техи, продолжим дальше. И у нас здесь есть выборы, что мы хотим качать по таблетке, среди скорость на расход, либо сопротивление на опыт армии. И то, и то выглядит таким себе. Здесь разведка за опыт, а здесь организация за скорость восстановления. Они обе, как бы, ну, я бы предпочел, вот если было бы наоборот, я бы взял. Если было бы наоборот, я бы, может быть, взял. Здесь вряд ли. Ну, и здесь, опять же, наоборот, скорее всего бы взял, потому что в обратную сторону их эффективность, точнее, необходимость работает. Понимаете-ка, кризис автоматизации у нас происходит. Мария Елизавета отреклась от трона. Ну, это, да, наше это. Казерина, это окей. Улучшение условий труда. Политку на волнение. Ага, ага, ага. Ну, давайте, окей, я согласен. А, и вот эти волнения, собственно говоря. и за политку надо будет их уменьшать. У нас прямо сейчас политки на самом деле то и нету. И, кстати говоря, здесь еще то, о чем я не повырлась, куча новых законов, а точнее, есть развитие. И вот, вот что надо будет очень важно развить к войне. Не знаю, к какой, но обязательно же будут войны, верно, с Францией, возможно, с Россией, с Британией. И для этого нужно будет, как я понимаю, вот эти кнопочки понажимать. Нужно накопить просто опыт армии. Вообще, это не так сложно выглядит. А еще в этом моде разрешены тяжелые орудия вместе с легкими на крейсеры ставить. Так что, я знаю, что я буду строить. Мета таких крейсеров была все-таки не просто так. И наш прекрасный тяжелый крейсер готов. Без брони, но благодаря этому он очень дешевый. Отлично. И именно их мы будем строить после того, когда строим эти все корабли. Потому что, ну, там мне надо было что-то заказать, у меня простаивали в верфи. И парочку линкоров такие, ну, они окей левела, типа, у них есть тяжелая атака, есть некоторая легкая атака, хорошая прочность, броня, они окей левела, самое главное, что у них движки вторые. И теперь мы уже будем строить непосредственно хорошие корабли вот эти. Россия объявляет войну монгольскому ханству и у меня... Ну да, фокусов здесь нету. Ладно, возможно, там иишки что-то подкрутили. Но фокусов точно пока что нету. И начинаются войны еще здесь вот, на арабийском полуострове. Солкновение идеалов, войск СС и верным армейским подразделением. Ага, ясно, это опять-таки описание явно не то. Еще либералы сопротивляются, я понял. И более того, в Британии начинаются восстания в Ирландии, представляете? Я не уверен, смогут ли они это сделать, потому что у меня нет в разведке. Я бы понятия не имею сколько там ресурсов, промышленности, войск. Но, судя по всему, шансы у них какие-то есть, потому что они отбрасывают Британсов назад. Так, пробуют они у нас ЗЗП получить. Слушайте, у нас в политике нет ни хрена. Я бы не сильно хотел. Давайте вот посмотрим. И давайте посмотрим даже вот так. Бранденбург, да? Нет, все-таки не повезло нам, она выросла только. Что ж, надо идти, наверное, дальше. Что здесь вот берет нам сопротивление одно. Где-то еще будет другое. Стоимость решений будет уменьшена. Да, нам это нужно. И слушайте, нет, Ирландия все-таки проиграла. Ну, что ж. Так, О, Миседа с Кайзером. Волнение в Гессоне увеличится, в Австрии уменьшится. Ага. Ну, мы пока что просто парализованы по политической власти, честно говоря. У нас минус 100 и прирост 0,06. Так что, фокусы нам нужно идти и очень даже. Так, протест студентов. Ну что, надо тратить политку, наверное. В минус можно идти бесконечно все-таки. Потом, конечно, выходить из него долго. Опять кто-то в ярости. Давайте. Да. Тратим политку. Окей. Мы должны, в принципе, от этого всего избавиться, потому что дополнительные беспорядки на самом деле только увеличивают вот этот вот дебаф. Следовательно, если мы их уменьшаем беспорядки, то мы в долгосрочной перспективе получаем больше политки. В теории, опять-таки. И, слушайте, здесь событие в Великобритании не хочет выиграть. Но нет, вряд ли. Но нужна политка, да, чтобы вот эти все кнопки нажимать. Итак, вот этот фокус нам даст 100 политки. Это круто, но все равно оно будет в минусе. А вот это даст нам частичную мобилизацию. И давайте это срочно и сделаем. Что у нас пока что гражданская экономика вот эта вот отвратительная. Так мы получим фабрики и потом уже пойдем дальше по политическим. Опять-таки. Политку тратим, да? Надо не жадничать, я считаю. И политку возвращать. Забавно, что чтобы отложить прессы, надо потратить политку. Но мы тратим. И смотрите, мы получим 100 отсюда и 200 отсюда и плюс 0,2 отсюда. То есть, в принципе, за эти два фокуса мы выйдем обратно плюс. И этого хватит. Плюс вот этот вот нам уберет тупик в Бундестаге и будет минус 25% вот этот вот убран. И вот сюда мы дойдем. Я, в принципе, думаю, плюс-минус мы к политке пойдем нормально. Но, конечно, да, вот здесь вот плюс волнение добавится везде. Вопрос, кстати говоря, а здесь они тоже так? Здесь вроде как нет. А здесь вроде как нет. Да. Там типа они мирятся. Здесь тоже вроде как... Это здесь так мы очень агрессивно все делаем. Как бы. Филипинский тупик. Мы находимся не мы, а наши ребята, потому что они там ничего не делают. Филипинцам их собственной судьбе? Нет, я бы не хотел. Эх. Ну, я не мог им... Я мог им, конечно, Лиз отправить, но хрен они бы что-то сделали. У них все, пару дивизий. Причем они не все дивизии сюда еще переправили. А, филипинцы все забрали. Все, господи, это отвратительно, конечно. Блин, круто им. Перестрелка произошла и прекратить оружие за 50 палитки. И все, оружия нету. Мы триподы начали строить вместо старых автоматонов. Я бы их уже устаревшими сделал. И танки мы тоже перестали строить, потому что, ну, перейдем полностью автоматонов. Будем мы не мобильными, но зато очень мощными. Здесь, конечно, да, скорость была приятная. Возможно, я еще немножко как-то это дополню тем, что сделаю все легкотанковые дивизии, которые будут быстрые. Типа вот таких. не таких, ладно. Я еще добавлю там моторки, очевидно. Но, возможно, как мобильное соединение. Потому что именно прорывная сила, я думаю, с автоматонов у нас будет достаточная. Давайте попробуем трипода добавить. Ну да, прорыв у них сейчас станет очень солидный. Если просто сделать дивизию всего лишь из шести, а мы будем, я думаю, делать чуть побольше, то да, да. Конечно, очень жестко. Только защита у них маленькая, им надо обязательно в атаку идти. Ну да. И они стоят... Ой, как они дорого стоят, господи. Но это действительно сильная дивизия, наверное. Я бы сказал. Хотя статов, конечно, еще немного. Если мы сделаем хотя бы так, ну, это уже что-то с чем-то. Хотя, я ожидал чуть большего. Но в целом еще поддержка будет так же, наверное, нормально. Только у них организации нету. Ладно, я понял. Их надо, наверное, с пехотой комбинировать. Скорее всего. Что пехота даст им защиту и организацию и прочность. Потому что у них эти показатели маловаты. Ну и пора централизация без компромиссов делать. Собственно говоря, кучу волнений это нам накинет. Но хотя бы политка у нас восстановится немножко. О, неужели что-то приятное? Смотрите-ка. Сороны Советского Союза. Ну, ясно. Это, короче говоря, что-то непонятное. Ну, не в одиночестве. А зачем кому-то нажимать вот это вот? Хороший вопрос. Ну и как обычно еще один ивентик еще одна трата политки. И мы уже можем вот это нажать и выйти в некоторый плюс. Нам накинули, да. Солидно так накинули плюс волнений. Сейчас надо будет от них избавляться. И мы уже, видите, 0.74 получаем. Приятно. Сейчас будет по плюс 1 почти что. И нужно будет уже нажимать кнопки на минус собственно говоря волнения. А параллельно мы будем, наверное, политический фокус качать. О, точнее экономический. О, смотрите-ка. Франция входит в Брест. Да? Что будет дальше? По всему, это что-то типа аннексии Австрии. Тут, кстати говоря, очень солидные бафы. Мне хочется поиграть за Францию в следующий раз. И смотрите-ка. Верлоун Париж расширяет свое влияние. Не понимаю, почему и на Париж, но допустим возможно они в одном альянсе либо что-то такое. Но в Италии закончилась гражданская война. Да, так и есть. Это наш противник. Я понял, куда нам надо еще дополнительные дивизии ставить. На границу с Италией. Давайте-ка хотел бы я еще изменить дивизии. Да, определенно хотел. Опыта пока нету, так что пока не будем. Вот этим можно потренировать в принципе тогда. Как и моих грандстрелков. Итак, мы тут закончили. Можно еще вот это взять на военку. Но прямо сейчас нам это не нужно, поэтому давайте сразу в экономику. И здесь есть выбор. Долгосрочные инвестиции либо оживление промышленности. В чем фишка? Я вот сначала посмотрел, здесь минус 5 ТНП такой типа круто. Потом такой блин, плюс 5 ТНП обратно не круто. Плюс 5 ТНП еще. Блин, херня. Но потом вы получаете минус 10% еще. То есть как бы вы получаете в итоге минус 5. И смотрите-ка, по бафам именно на промышленность здесь 20 максимальной эффективности как бы и плюс базовая. Еще где-то вот рост эффективности плюс 10 и скорость строительства фабрики инфраструктуры плюс 10. Здесь же есть, да, такие же бафы, но их чуть меньше. и в сумме тут реально намного эффективнее брать вот этот вот. Сюда появляются сразу военные заводы, но опять же это вот на самом деле намного-намного сильнее. И я так подозреваю, там видите, нужно цельный дух начала восстановления, ездить вот эти вот кнопочки, мы получается, если прожимаем все эти, то можем нажать эту. И собственно говоря, давайте их и нажмем. Мы получаем, тут я вижу фабрики, фабрики и плюс сталь, политка и стабильность прекрасно. 0,5 стабильности на самом деле забавно. И еще 10 НП на какое-то время, потом снова политка. Окей, меня все это устраивает, и потом мы сможем нажать кнопку на начало восстановления. Супер. До этого момента пока что мы не можем ничего сделать, стоит подумать о том, что мы хотим понажимать параллельно с этим. И можно вот эти вот дипломатические фокусы нажать, это фокусы на нашей колонии, это фокусы на нашу армию, это на наше действие. И смотрите-ка, рейс-армия тоже здесь очень большие выборы, но про них, наверное, чуть попозже поговорим. Давайте вот сюда, потому что это стабильность и политка, нам это сейчас очень пригодится. А тем временем на Балканах начинается война. Так. И... О, тут такая война прям солидная, я бы сказал. Интересно даже, кто победит. Ну, здорово, мы... О, уже можем отправить. А, туда не могли. Ну, что ж, давайте что-то и отправим. Сколько можем отправить? Трех аж целых. Что ж, я думаю, это будут горные стрелки, если у них нормальный шаблон. Нет. Мотострелки? Кстати, более-менее. Давайте так, и сделаем. И, под гудряном, скорее всего, или под монштейном. У этого нет перков, у этого есть один перк, то есть этот качаться будет чуть-чуть быстрее, у него еще и левел третий. Давайте его и отправим. И можно еще и авиацию отправить, тоже отлично. Так, не уверен, кого нам нужно реально поддерживать, но смотрите, Венгрия, якобинцы, здесь, здесь, здесь якобинцы. Здесь, конечно, демократы, но мне кажется, вот эти ребята должны быть чуть поближе идеологически, чем вот эти. Но все это, я думаю, будет проходить дальше в следующей серии. Это подошло уже к концу. С вами был Добрая. Подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны. Лайки, комментарии, все как обычно. И до скорых встреч. Пока.